Саудовская Аравия 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 Там будет официальная парковка Будут стоять волонтеры На протяжении всей улицы энтузиастов Будут ребята с табличками Будут направлять Ребята пожалуйста Ейте туда На самой парковке Также будут ребята Организовывать Всех Ставить машины Все будет Очень хорошо организовано Плюс ГИ Плюс полиция Все будут Я так правильно понял Это конечное Так называемое Урожайно Да-да-да, конечно, выражение. Там большая площадь, мы уже пару раз занимали под парковку, поэтому я думаю, все будет здорово. Ну и плюс общественный транспорт традиционно. И обратно нам город помогает и организовывает доставку уже с фан-зоны. Это прямо на выходе из стадиона будут стоять 5 автобусов. То есть сегодня 5 автобусов, болельщиков ждут? Да, 5 автобусов, конечно. Сколько стоит вход, собственно говоря? Традиционно, бесплатно. 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 Конечно. Если, не дай бог, сейчас вот пойдет все-таки дождь, что делать-то будем? Расходимся или нет? Я надеюсь, что все-таки тучи развеются и погода... Разведется руками. Будем разводить руками, но... Но мало ли, Алексей, мало ли, расскажи. Будем смотреть. Зонтики, дождевики. Я имею в виду, что трансляцию в любом случае мы не отменяем. Если совсем уже ураган, ну тогда да. Из-за безопасности, конечно, будем выключать. А если, ну, моросящий дождь, у нас была такая ситуация в 2016 году, мелкий моросящий дождь, ну, люди видят, приходят с зонтами в дождевиках. Ничего страшного, да? Ничего страшного. Но я знаю, что запланирован визит временно исполняющего обязанности губернатора. Ждем. Губернатора. Ждем, ждем, да. Пригласили. Он откликнулся. Да, конечно, мы пригласили. Это было в плане у губернатора, поэтому мы, конечно, со своей стороны пригласили. Есть предварительные договоренности, да? Да, да. Насколько я знаю, он любит спорт. И футбол, и баскетбол. Мы как раз подготовили для него экскурсию по парку, покажем, расскажем историю парка, расскажем о наших перспективах, развитии. Ну, и, надеюсь, будем двигаться вместе. Я знаю, что символом фан-зоны стал волчонок, алтайский забивак. Он будет предсказывать исход поединков, да, то есть до матча. Фантастический волчонок, маленький такой красавец, придет, скоро на фан-зону будет предсказывать. Удалось ли познакомиться тебе с ним? Пока еще нет, но через несколько часов, надеюсь, мы с ним подружимся. Тем более конкурс на лучшее имя, кличку для него мы объявили несколько дней тому назад. Тоже подведем итоги. А там какие есть клички-то, из чего выбирать или самому надо придумать? Будем уже с организаторами, так сказать, с родителями за парком уже выбирать лучшее имя. А чем будете заманивать? То есть там будут флаги, я так понимаю, ну, допустим, Россия и Саудовская Аравия сегодня у нас, да? И там у него мясо? Мясо. Под одним флагом выйдет мясо. А, все, понял. Я догадался под каким. Кажется, догадался. Удалось ли с ним тебе познакомиться-то в зоопарке? Пока еще нет. Мои друзья, партнеры, они уже познакомились. Я пока еще нет. Но предыдущий раз был, по-моему, медвежонок Жора. Мишка, да, этот Мишка уже вымахал в большого медведя. Ой, у него он уже большой, уже папа. Я думаю, может, уже скоро и дедушкой станет. Да, у него хорошее потомство. Он в зоопарке в Барнаульском или куда-то переехал? Не следил за его карьерой. Твой прогноз сборная России выйдет из группы или нет? Да, конечно, выйдет. Но мы 20 лет не выходили. Надо уже выходить. Знаешь, что, наверняка, и ты тоже знаешь, что в составе есть барнаулец. Конечно. Саша Ерохин. Как тебе его игра? Цени, пожалуйста. Очень переживали. Войдет, не войдет в состав. Но все здорово. Мы его, надеюсь, увидим на поле. Игра, к сожалению, я видел... А, я видел и живьем, как он играет. Поэтому ездил на матч Россия-Аргентина. Он выходил как раз очень достойно. Там, наверное, Месси все затмил, конечно. Да, Месси. Ерохин молодец. Ерохин красавчик. Нет, действительно, он достойный игрок. Я надеюсь, что ему будет больше предоставлено времени на поле. Но смотри, последнее время много критики все-таки сборная России по футболу получает. Да, играет, говорит, Неважнецкий, что-то там подряд уже не могут выиграть несколько матчей. Ты как все-таки? Пессимистично, оптимистично настроен? И за счет чего мы все-таки можем выйти из группы? Я думаю... Ну, конечно, много и в интернете, везде... У сына одежды, так называемая. Веселых роликов, таких с элементами издевки. Конечно, это, с одной стороны, грустно, но надо доказывать. Надо бороться до последнего, вгрызаться. Просто у ребят, ну, и мотивация, конечно, огромная. И плюс на родине, конечно, надо показывать хорошую футболу и игру. Да вариантов у них нет. Вариантов нет, тем более статистику. Черт побери. Я посмотрел статистику с 94-го, по-моему, года нашего участвует. Да. Две игры выиграли. Две. Всего. Всего две игры. Ну, держись, все. С 94-го года. Поэтому рвать надо. Просто рвать. Спасибо. Спасибо, Алексей, большое. Буквально в эти минуты в Барнауле начала работа официальная фан-зона. У вас еще есть время, чтобы успеть к началу игры. Стартовый свисток прозвучит 22 часа ровно. Оле-оле, вперед, Россия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова